Остальной хват России. Привет большой подписчики на канале YouTube. Привет большой. Володя Кленин, вы его помните, 8 месяцев назад он удержал златгриф 50 килограмм на 50 секунд. Спустя 8 месяцев написал мне, говорит, Вадим Иванович, хочу по твистерам пройтись. Вы такой фильм шикарный сняли, по наличию у вас целых 13 твистеров. Вот я их по одному разу хочу закрыть. Начиная с первого. Значит, самый первый, сейчас показываю, самый первый, самый тяжелый, это 110-й, с ручками Паши Гусева, с черными ручками. Необыкновенно тяжелый твистер. Значит, смотрите, что мы придумали с Володей. Не закрываем, вешаем зеленую петлю, не закрываем, идем дальше. То есть, две попытки как бы. Ну все, Володя, давай, начинаем. Сначала без резинки было. Да, пробую без резинки, сейчас просто посмотрите, что это и кисти полностью. Но вот этот твистер на данный момент, я не думаю, что кто-то отважится его закрыть, даже за края. Тут можно браться и за края, и кисти полностью, как угодно. Поехали. 110-й, красный. Вешаем зеленую петлю. Значит, мы решили так, не закрываем, вешаем зеленую. Не будем сейчас еще по петлям по разным бегать и искать, на какой петле максимально возможно. Одна петля для всех будет. Зеленая. На данный момент зеленая петля. Это у нас 45 миллиметров, хватовская, 45 миллиметров шириной. Володя наступает. И пробует 110-й подорвать с зеленой петлей, лучше за края попробовать. Все-таки тут кисти полностью нереально. Смотри, чтобы тебе видно было. Поехали. Давай, давай к себе. Все, вешаем, убираем. Слишком тяжелый. Убираем. А это пусть валяется. А его без петли вообще кто-нибудь закрывает? А? Нет, нет, нет. Следующий у нас твистер. 120-й, красный. 120-й, красный. Мы все по иерархии, по уменьшению. Ну, опять же, я думаю, что смысла нет пробовать. Да, сразу с петлей. Нет смысла пробовать его без всего. Ну, то есть, мы понимаем возможности наши. И я понимаю, Володя сказал, что давай максимально сохранять. Энергию в организме. Значит, я сегодня его закрыл с фиолетовой и одними труселями. Это, конечно, слабее, чем она зеленая. Ну, Володя, он, в общем-то, жимовик у нас. Поэтому, ну, просто попробовать интересно. Поехали. Даже не хочет. Убираем. Следующий у нас сотка трофейная. Трофейная соточка. Это 101-й, чтобы у нас ничего не путалось. Следующий. Вот этот. Показываем на камеру. Мы, наверное, не показали, но 120-й видно, что это такое. Сейчас покажет Володю, что это. Трофейная, ребят, соточка знаменитая. 9,24-9,26 проволока. Поехали. Я думаю, тоже ловить без всего, Володе, нечего. Но зеленый, ну, как бы, должно быть легко. Посмотрим. Потому что мы-то работаем уже с петлями, там, с труселями, с двумя, там, с оранжевой. А зеленый, это гораздо сильнее. Гораздо сильнее. 45 миллиметров. Ну что, давай, Володя. Закрываем. Ну, давай, давай, давай еще. Вот достал. Достал, оказательно. Окей. Закрызал. Зеленый. Ну, вот, представляете, сейчас, если дать фиолетовую, Володе, следует, не закроет. Вот, человек срам говорит, что не закроет, потому что фиолетовая 32, и это 45. Ну, значит, давайте, я думаю, после трех сделаем перерыв. Мы потом это все склеим в один фильм. Пока остановились, прошли три красных. Ну, показали три красных. Закрыли последний. Продолжаем. Продолжение у нас. Четвертый твистер, 110-й, который ко мне приехал 25 января 2020 года. Сейчас Володя покажет, как он называется. На нем написано, этикетка уже нету, но я на нем написал фломастером. 110. И вот по этой же стороне написано 956. А вот тот, что первый был, это 975. Итак, тоже зеленая петля. Мы не будем тут, говорю, бегать пока по петлям, ребят. Мы взяли, как бы, золотую середину, мощную зеленую петлю. Поехали. В исполнении Володи Клейна. Поехали дальше. Кисти полностью. Вот гораздо проще дожался. Но, я думаю, опять же, фиолетовую не будем пробовать. Бросаем зеленую петлю вниз. Вешаем на стойку. Ну, стойки увидели в фильме, ребят. Следующий у нас 120-й Терекс знаменитый. Вот этот, да? 120-й Терекс. Смотрите. Володя показывает название его. Я тоже написал фломастером. 120. Видите, написано 120. И по... Поворачивай его. Называется он Терекс. Это Ихунью. Это Хаоин делал для Ихунью. Он... Покажи ту ручку. Ко мне приехал 9 ноября 2019 года. Очень давно. Очень давно. 5 лет скоро будет... Да, скоро будет 5 лет. Попробуешь без всего или сразу зеленый? Ну, я думаю, что... Володе пока ловить нечего, чтобы без всего. Давайте зеленый, давай зеленый. А потом, если что, мы отдельные эпизоды снимем. Да, давай. Должен зайти сейчас, смотрите, гораздо легче того предыдущего 110-го. Хотя и у серого этого тоже 958-956. Ну, как хотите назвать. 956-958. Итак. С зеленой хватовской резиночкой. 45 шириной. Опять же кисти полные. Поехали. О-хо-хо-хо. Ну, пошел что-то. Ну, подожди. Не знаю, может, концентрацию потерял. Сейчас, ребят, вторую сделаем попыточку. Сейчас мы подождем чуть-чуть. В прямом эфире, как я делаю. На вторую попытку почему-то я захожу в прямом эфире и сразу закрываю лучше. Я думаю, что это потеря некой концентрации. Потому что все-таки вот этот Терек 120-ый, они с красным одинаково имеют пружину. Ну, они вообще одинаковые. Такое ощущение, что просто они покрашены красной краской и серой краской. И этот мягче. Этот мягче. Если Володь закрыл предыдущий, ну, 120-ый, 110-ый красный закрыл достаточно удачно, быстро, то и этот должен зайти. Давайте вторую попыточку посмотрим. Всполнение Володи. О-о-о. О-о-о, блин, опять кто-то на дожиме не хочет. Мы сейчас сделаем, ребят, перерыв. Мы потом все склеим. Тут стабилизатор, вы же понимаете, выбивая стабилизатор. У нас не получилось Терекс 120-ый и Хуню закрыть. Ну, две попытки Володя сделал с зеленой петлей. Не закрыл. Мы сделали перерыв. Все перерывы у нас 2-3-5 минут максимум. Попробуем, чтобы пройти дальше. Зеленая петля. Попробуем, ближе к телу и кнутрируемся. Себе. Себе. О, есть. Есть касание. Володя сейчас спросим. 110-ый красный и 120-ый. Для тебя Сергию кажется тяжелее. Блин, возможно. Он похож больше на, наверное, на вот этот, который трофейный. Трофейный? Как будто на него похож. Смотрите, что Володя говорит. Зеленая петля пролом-то дает. А вот дожимы, говорит, встают. Я не могу, говорит, дожать. Ну что, ребят. Ладно. Это короткая аннотация на то, что мы прошли. А прошли мы уже 5 твистеров. Сейчас зеленую откладываем петельку. Сейчас на очереди у нас 6-й твистер. 110-ый золотой. Да, 110-ый золотой. Володя говорит, Иваныч, дай-ка я попробую его без всего. А потом уже и зеленый, если что. А может быть в отдельном фильме уже и по белой резинке пробежимся. Итак, показываем, что это 110-ый. Сергея Володина. Сергею привет. Четко показываем. 110-ый, ребят. Хаоинг. Я с ним тут сейчас в дружбе. Но пока кисти полностью не смог. Володя говорит, Иваныч, а я буду пробовать кисти полностью. Поехали, Володя. 110-ый. Нет. Берем, берем. Разно, кисти волковой. Или отступи, отступи. Отступи. Ну, руки отступи. Ага, чтобы у тебя края были. Ага, здесь сломал края. Блин, я же закрывал. Нет, не этот закрывал. Бери зеленый, закрывай. Нет. Да. Я закрывал 110-ый в прошлый раз, когда прием. Для Володи? Сейчас оставлю. У него 110-ый, для него, они все одинаковые. Он в прошлый раз закрывал, но закрывал другое. А, ну, может... Он этого не знает. То, что я вам всем рассказываю, что в мире 110-ых есть тот, который я, допустим, на 5 раз могу кисти полностью закрыть. А есть, который я не могу закрыть. Вот это, допустим, скорее всего, я не закрою тот, что сейчас у Ярослава 110-ый, на котором написано Hard. Это бывший квистер Саша Сапелкина. Ну, давай, зеленый петельчик закроем. Ну, вот видите, дожим уже гораздо легче. Убираем зеленую петлю. Перерыв не будем делать, да? Небольшой можно. Можно. Ну, давайте все, прервемся, продолжим дальше. Ну, мы дошли с Володей теперь до... Какого там по счету я уже сбился, твистера. Показываем. Это Дима Молодцова, который я назвал в свое время Hard. 105-ый. 105-ый. Дима Молодцова. И после этого ребята стали скрывать с упаковки и Hard называть. С упаковки они все Hard. Вот года два пройдет, вы тогда вот будете писать Hard или не Hard. Я написал имя человека, который предоставил тресер обители. Итак, давай. Володя попробует, естественно, уже без всего. Вот его он закрывал точно. Он 8 месяцев назад был уже здесь точно. Опять пускай. Вот это называется, что у Володи нету стабилизаторов на данный момент, потому что в том, чем он занимается сжимом, стабилизаторы не нужны. Такое качество работы стабилизаторов мелкой моторики. Сейчас отдохнем. Он не может закрыть только из-за того, что он выбивается. Мелкие мышцы просто в истерике, и они тебя выкидывают. Не может контролировать, что его надо держать и дожать. Закрывал его точно, 105-й. Итак, 105-й. Дима Молодцова, кисти полностью. Ну, давай. Чтобы видно было, смотри. На камеру. Ну что, делаем перерыв, скушаем твикс, и потом встретимся заново. Делаем перерыв. Володя, покажи, что мы пока остановились на 105-м. Это у нас 105-й. Дима Молодцова, который я давно-давно назвал хар, потому что много лет, и он жесткость достаточно сильную сохраняет. Серьезную, скажем так. 105-й. Сейчас китайцы прекратили почему-то выпуск. 105-й сказали, хватит вас с вас. Теперь есть красный, есть оранжевый. Вот, пожалуйста, ищите, как перейти. Там, допустим, сотки на 110-й. Но, хорошие, ребята, вам подсказочка. Вместо 105-го брать 90-й красный. Вот ко мне сейчас едет 90-й красный. Я его хочу попробовать в упаковке. Володя, давай. Кисти полностью, 105-й. Все по разу закрываем. Все. Гудлифт. Вы понимаете, что гудлифт это подъемный. Но это гудлифт, закрытие хорошее. Берем следующий. А следующий будет сотка. Сотка со стаканами. Ребята, показываем, смотрим. Точнее, смотрим. А Володя показывает. Вот она, 100-соточка. Из золотых соток однозначно, наверное, это самое сильное, что у нас есть. Бывают сотки. Есть, допустим, у Димы Лополанина соточка очень жестокая. Но это не в линейке получается. А вот эти сотки, они в линейке вот такие. Кстати, тоже вроде как американцы прекратили. Американцы-китайцы прекратили выпускать. Ну, давай кисти полностью. А мы послушаем потом Володю, как он считает, что сильнее. Походу, тут же расскажут, истерый перерыв надо делать. Ну, что, ну, бери, давай с резинкой, ну, с фиолетовой, допустим. Вот, смотрите, смотрите, Володя четко чувствует жесткость старта. То есть у него не проходит старт. Для меня 105-й Дима Молодцова, и этот, кажется, одинаковый. Ну, потому что я старт прохожу и там, и там достаточно спокойно. Но эту сотку я на 8 раз не закрою. А ту я закрывал на 8 раз кисти полосу. Все, давайте. Смотрю, Володя закрывает с фиолетовой. 32 миллиметра, хватит. Ничего. Ну, ну, еще старт решает. Старт, наверное, да, будет жестким, достаточно. Ставим и берем соточку. И потом уже делаем перерыв. Соточку Дима Молодцова, она на стоечке. Добросай. Все, ребят, постепенно, понижая нагрузку, как вот я рассказал, как они по иерархии. Покажем на камеру, что это сотка у нас. Тоже уже Крым и Рын прошедшая, соточка. Уже плохо видно, но соточка. Соточка Дима Молодцова. Разминки закрывало еще легко. Да, да. Частность. Давай посмотрим. Регат, делаем перерыв. Уже видно, как Володя обесточивается. Вы видите, что обесточивается Володя. Ну, он не занимается твистерами. Естественно, так просто не пойдет никогда. Мы просто вам показываем. Вообще возможности человеческие. Еще раз покажи, сотка уже не идет. Но мы хотим до конца дойти. Стоп, Дима Молодцова. Пока не закрыли с первой попытки. Сейчас вторая попытка. Немножко отдохнувши. Все должно дойти. И старайся ближе к телу. Не надо выносить руки. Поехали. Ну, все. Соточку вешаем. Так. Прошли мы со стаканами. Эту соточку прошли. Теперь соточка следующая. Это у нас... Ниже. Это у нас сотка... Саша Асиновского. Саша Асиновского соточка. Она у нас без ручки. Ну, в смысле, без петли на ручке. Такая уже... Склеивалась ручка, потому что она была отклеена. Вот соточка. Соточка Саша Асиновского. Саня, привет. Это должно быть гораздо легче, чем сотка демонового. Хотят тоже сотка. Везде сотки. Кисти полностью. Закрываем. Это должно закрыться. Все. Соточка. Саша Асиновского закрыта. Вешаем. А теперь берем 80-ку красную. Я как-то сегодня попробовал тоже. Для меня было одинаково. А вот сейчас по Володе посмотрим, как для него 80-ка красная. Показываем, что это 80-ка красная. Ну, цвет мы не показываем. Вы видите. Вот эта 80-ка. Одеваем лямки. Ребят, как бы не уверены в своем хвате и может соскочить, лучше одевайте лямки. кисти полностью 80-ка красная. Это полегче. Легче. Чем сотка Саша. Слышали, да? Я и так где-то и подумал, что немножко Саша сотка будет потяжелее. Ну, осталось у нас 90-й в конце. Внизу 90-й с капами. Достаточно сильная штука. И для Володи это вызов, потому что Володи хват начинающего вырывается из рук. Магнезию мы используем. Я вам покажу, какую в конце. 90-й с капами. Держим. Главное держи. Покажу, что ты закрывал. Это 90-й с капами. Ну, легче уже гораздо. Ну, конечно. Вешаем. Ну, и заканчиваем на двоечку-троечку раз. 60-й красный. На данный момент, конечно, это самый легкий. И тут уже можно закрывать на разы. Вот такой вот у нас так типа мини-зарубу проходит. Только при выполнении трех условий. Сидя, кисти полностью и до трех секунд на закрытие. Вот эти три условия надо соблюдать, чтобы было как-то понимание кто и как вырывается. Да. Но только не перед собой. Это как бы все начинающие неопытные пытаются закрывать перед собой. Но потом осознают, что это было тяжело и неправильно. Ну, все. Значит, пользовались мы благодаря Димилу Полайнену вот такой магнезии для воздушных гимнастов. Спрей. Классная штука. Но я попробовал для щипка. Что-то не заходит. А вот, Володь, как тебе на руки? Отлично. Супер. Для него зашло. Вот такое видео для вас многосерийное. Со всеми твистерами прошли, попробовали. А вы уж сами анализируйте, что можно, что нельзя. Все. Встречаемся в обители. Всем привет и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok